привет лего мэны с вами я игорь левичев и добро пожаловать во вторую часть моего разбора новиночек лего звездных войн октября 2019 года новые наборчики новые разборчики однако я советую вам для начала заценить первую часть которая сейчас выстится здесь у меня в всплывающей подсказочки посмотрите ее потому что там я объявил о начале нового конкурса в котором вы можете выиграть поле бэк хана соло в грязи и целая эксклюзивная мини-фигурка правила очень простые все подробнее в том видосе и в описании к тому видео которое тут было также в подсказочке и еще вы очень часто спрашиваете что же там с наборами по седьмому сезону войны клонов звездных войн и моё мнение такое что либо их легавцы вообще не выпустят такое мне кажется вполне возможно либо они будут уже 2020 году либо зимой либо летом потому что нам стала известна дата выхода этого последнего заключительного сезона сериала это февраль 2020 года то есть сам сериал выйдет зимой так что новиночки сейчас точно мы не могли увидеть так что ждем 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 надеемся что что-то да будет и это будет клево супер-клод круто а сейчас смотрим продолжение моего разбора новиночек октября по девятому эпизоду звездных войн просто сайта сайта такой на четверочку с минусом я бы сказал однако фигурки классные фигурки прикольные просто пока не понятно что это вообще за спидеры такие и какой они роль будут роль будут играть в фильме так что уже непосредственно после выхода фильма мы поймем насколько они вообще важны или не важны для сюжета может быть и так какие-то спидеры как вот спидеры в 2015 году который выходил то есть абсолютно ненужная фигня который раз воспользовались выкинули но по-моему это какая-то рухлей так что так скорее всего и будет вот еще картинки поближе и я поражаюсь на самом деле я заметил что все что придумывают дисней в новой трилогии выглядит как-то не с разной и как-то развалюхи короче не какие-то вот эти вот в восьмом эпизоде были спидеры на которых спидеры скрэйта они были рухлядью это какая-то рухлядью этом эпизоде у рэй в седьмом эпизоде рухлить было ну то есть блин почему они мусор только придумывают реально чё нельзя но в нормальные какие-то прикольные спидеры выполнить не знаю этот вообще на мотоцикле на контей что за фигня звездных войнах вообще не разу колеса особо не видел можно это использовались но вообще летают все снова роли тут укусеницы какие-то ну ладно пофиг но и небольшой и такой варёк с мусором тоже не знаю фигня так ну вот много штурмовик ничего такой прикольный у него будто бы какой-то как у адмирала тренча по моему войне клонов паукообразный был адмирал у конфедерации независимых систем постоянно такие звуки издавал от него морда похоже чуть на него следующий сайт от из 75 249 написано что называется вайвинг сопротивления однако никого и сопротивление здесь нет наборе кроме по деймерам давайте будем разбираться мне лично вайвинг нравится вот этот и мне просто я в целом очень люблю вайвинги то есть я никогда не жалуюсь на их перевыпуске потому что они мне очень сильно нравится не знаю я влюблен как-то в этот корабль а в красном цвете он мне прямо вообще что-то душу греет не знаю заполни вот поэтому у меня тоже хоть в его сторону не было хотя скорее всего местами он довольно сильно будет напоминать модель 2017 года не знаю ли говорится как-то странно это все выпускает может быть это дисней заказывает эти модели игрушек не знаю в общем от кого зависит выбор наборов но можно по-любому что-то более интересно выпускать здесь у нас опять есть этот новый астромеханик маленький есть новый астромеханик и лизом изумрудного какого-то цвета новый снежный штурмовик с плащом и новая охотница за наживой которая видимо присоединится к сопротивлению раз нам было за штурвалом этого вайвинга ну и под деймерон который единственный в принципе здесь является сопротивленцем кроме дроидов почему вайвинг сопротивление особо не понимаю все вот бомбочки функция бомбардировки будет наверняка на вот эту сзади крутим шестеренку все бомбы скидываются стреляет кругу кружится пушка и шасси выдвигается но все по стандарту в принципе так но еще всякие разные фоточки но вы выглядит годно то есть сборка хорошая мне нравится лично просто жаль что это очередной перевыпуск здесь нас вот по новый новый штурмовик не знаю почему в плаще ему видимо холодно в своей снежной броне которая вообще-то должна быть оснащена какими-то материалами которые тебе согревают и не дают тебе замерзнуть но еще в плаще будет дополнительная дополнительный обогрев странная логика ладно так новая страми хим и следующий сет это и винк и винк тоже это сопротивленцем и винка его тоже уже выпускают в тысячный раз но он теперь зеленый у нас то есть леговцы по сути взяли почти все модели новые виде перевыпусков но их перекрасили такие типа найти люди хавайте это новые наборы но так конечно тоже не делается однако что-то сборки поменяли они не знаю я не уверен стопроцентно что они как-то стараются еще что-то там идеи какие-то использовать новую но что получить и получили тут с этим уже ничего не поделать и жаловаться тоже нет смысла никто все равно это не услышит потому что эти жалобы фанатов уже проходит на протяжении скольки лет однако леговцы ничего не изменяет выпускают то что хотят они выпускать и не то что хотят фанаты видеть но не знаю что за отношение у них такое стало и здесь мы получаем двух сопротивленцев один из которых уже выходил в бомбардировщики сопротивлением вот этот чел синеньким синеньким шлемом однако он же вроде бы был одним из пилотов бомбардировщиков я не знаю почему его один запихнули может я что-то путаю и вообще этот сет скорее всего выполняет по восьмому эпизоду даже они девятому потому что этот чел погиб тогда вот в общем еще пара картинок новая какая-то фигурка кто это вообще это же не лея нет лейтенант какой-то там в общем опять неизвестный персонаж не знаю зачем тоже нам нужен и последний набор до 75 246 пушка со звезды смерти здесь нас есть оби-ван с новым капюшоном и этот пилот пушки со звезды смерти ну проходняк то есть тупо напихали кучу деталек я думаю каждый шестилетний ребенок может собрать такое сам из подручных средств не знаю за набор я это особо не считаю мне он не очень нравится и вообще это учитывая то что лягаться в прошлом году выпустили побег с из-за смерти они могли эту пушку выпустить и сделать как-то с какой-то соединяющийся с предыдущим набором вообще чтобы мы могли соединить из нескольких сцен одну большую сцену воссоздать а тут у нас просто наборы которые будут стоять сами по себе не знаю лиговцы как-то не предусматривает это то есть если вспомнить 2012 год у нас вышел дворец джабы и 2013 году у нас вышла яма ранкора которая вполне себе легко соединяясь друг с другом и были предназначены для этого почему нельзя сделать такую же череду наборов со звездой смерти допустим связанных я не знаю лягаться не могут до этого догнаться видимо так с ночью в принципе ничего особенного тут у нас пушка этот генератор который отключил кеноби и вот новый капюшон который на мой взгляд слишком угловатый мне кажется старой прикольнее потому что где вы вообще видели такие капюшоны которые у которых углы были острыми то есть весь капюшоном где на заглаженный ведь как и предыдущая деталька а тут он какой-то прямо углы но не знаю левец учет пытается придумать но получается не очень хорошо в общем мы посмотрели все наборы и давайте сейчас быстренько поглядим на сцены и количество деталей и так пушка со звезды смерти который мы сейчас внутри 20 долларов будет стоить это примерно 1500 рублей тут примерные цены у нас в группе то есть мы их сами конвертировали тупо умножаясь цену в два раза и делаешь небольшую наценку вот и получали примерную цену которая у нас будет в россии так сто пятьдесят семь деталей 1500 рублей и bing 30 долларов то есть 2 300 примерно это 269 детали у нас ваеве на 70 долларов 5 500 рублей 578 деталей спидер с из девятого эпизода с рей из всеми остальными 3300 рублей 40 долларов 373 детали эти с типа мандалорсу 50 долларов 4000 рублей 540 деталей и его даю с 1771 деталь 8000 рублей 100 долларов 100 евро тут написано шаттл кайлорена 75 256 130 долларов 10 тысяч рублей и тысяча пять деталей и тысячелетний сокол 1351 деталь 13 тысяч рублей 160 долларов капец конечно какие цены ужасные но посмотрим что у нас будет в то и самое большое количество деталей вроде как йода по предварительным данным однако он не является самым дорогим набором странновато конечно но окей я не против йоду я хочу купить все остальное в принципе может подождать и кстати говоря у йоды а нет у них да вот наборы короче которые связаны с новой трилогии у них новый дизайн здесь изображен кайлорен из лего а у остальных наборов у них дарт вейдер так же как и было ранее в этом году вот и все это были все новенькие наборчики по звездным войнам смотреть их можете у нас в группе лего вконтакте ссылочка всегда есть в описании к всем видосам ну и у меня также есть еще предыдущее видео на моем канале в котором тоже я показывал все эти картинки все спасибо за просмотр друзьям и не забывайте книжки подписываться на канал ставить лойцы комментировать и так далее и участвовать в конкурсе который мы проводим всем спасибо еще увидимся пока пока